МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы мне перед эфиром честно сказали, что сон ваш был столь крепок в ту грозовую ночь, которая всех напугала, что вы лично не слышали весь этот ужас грозовой. Но, в общем-то, ведь действительно многие горожане были напуганы. Небо на землю падает, молнии сверкают, автомобили надо спасать. Скажите, пожалуйста, насколько были предупреждены специальные службы о том, что будет такая страшная гроза, и насколько хорошо они сработали? Да, надо сказать о том, что те прогнозы, которые поступают к нам от пермского филиала ЦГМС, они доводятся до всех органов местного самоправления Пермского края. И на тот период была спрогнозируема эта погода. То есть были предупреждения о шквалистом ветре, сильном дожде, ливнях, грозах и так далее. Но стихия есть стихия, и за то короткое время произошли несколько подтоплений в нескольких муниципальных образованиях, аварийные отключения электричества были, социально значимые объекты, объекты жизнебеспечения не попали под отключение электричества, и жителям электроснабжения восстановили в кратчайшие сроки. То есть, в принципе, были готовы соответствующие структуры к тому, чтобы, может быть, что-то придется ликвидировать, да, какие-то последствия. И, знаете, самое главное, наверное, что сейчас надо напомнить нашим зрителям, это правила поведения в грозу, потому что мы к этому относимся немножко легкомысленно, вроде у нас не баловала раньше природа таким количеством гроз. В первую очередь, вот категорически нельзя. Категорически нельзя, находясь на улице, например, на открытом пространстве, прятаться под большим и высоким деревом. Под одним, если оно одно. Под одним. Или два, или три, да, группа маленькая. Да. Высота дерева, как правило, она прямо пропорциональна вероятности попадания в нее заряда молнии. Во-вторых, нельзя быть на воде или около воды. Давайте сразу скажем, нельзя под деревом прятаться, гроза застала в поле. Что делать? Низкорослая местность. То есть, это трава, кустарники максимум. И как можно меньше вокруг, чтобы было воды. То есть, если грунт можно найти песчаный, который почти сухой будет, то лучше просто лечь даже на землю. Лечь на землю. Итак, продолжаем. На воде и возле воды находиться категорически запрещено. Вода у нас самый лучший проводник. Электричество. Тогда, если застало вас на улице, на прогулке, нужно найти большое помещение, здание. Может, это будет торговый центр или какое-то помещение, желательно с большими железными, большими конструкциями. Если вы на велосипеде, самокате, мопеде, их нужно оставить в стороне, не менее на 30-40 метров от них отойти. Если вы находитесь дома, городской житель, если это необходимо закрыть все окна, двери. А скажите, пожалуйста, почему их надо закрывать? Ведь так хочется впустить свежий грызовой воздух. Влажность и перепад температуры, опять же, вот этот проводник, которым является вода, они будут притягивать потоками воздуха в открытое пространство. То есть с потоком воздуха можно притянуть вот... Разряд электричества, да? Лучше все закрыть, выключить электроприборы, не находиться у окна дома, если рядом произрастают, опять же, высокие большие деревья. Если это сельская местность, то затапливать баню, печи и так далее. Вот почему, кстати, это нельзя делать? Я читала о таком, но не могу как-то связать. Потому что вот дым, который выходит из печного отопления, он является, обладает высокой электропроводимостью, опять же. И вот эта труба, которая, ну, можно провести параллель с высоким, одиноким деревом, она спровоцирует, опять же. Точно так же может произойти. Такое же точное явление. А если бы они уже затоплены, а гроза началась, что делать? Срочно тушить как-то? Ну, желательно. Загасить, да, печку? Хорошо, ага, все понятно. Наталья, скажите, пожалуйста, много еще гроз свалится на нашу голову в ближайшем будущем? Ну, мы, конечно, будем надеяться, что нет, но готовыми нужно быть. То есть все равно есть в прогнозах синоптиков такая информация? Спасибо вам большое. Все-таки желаю вам спокойного дежурства. Спасибо. А нам просто спокойного лета и сухого хочется. Хорошего дня вам, Наталья. Спасибо. Вам, уважаемый, напоминаю, что в гостях у нас была Наталья Штафинская, главный специалист отдела предупреждения чрезвычайных ситуаций МЧС России по Пермскому краю. Гроза – это не шутки. Будьте добры, поберегите себя, выполняйте все требования безопасности в это красивое, но опасное природное явление. Продолжение следует...